Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, которая всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме и нашему девизу «Зауживых, оплакив и мёртвых, разбивая молнии» сегодня продолжаем рассказ о ноутропах, причём по-новому. Рассказ будет о ноутропах и глутаматных нейронах. То есть мы будем рассматривать цель глутаматных нейронов, и будем рассматривать ноутропы, которые действуют на глутаматные нейроны. Дело в том, что поступает множество различных обращений, и часто спрашивают, можно ли принимать, извините за описку, можно ли принимать, это не моя описка, конечно, принимать мемантин для профилактики и улучшения работы мозга. Итак, можно ли использовать мемантин для профилактики? Надо вам сказать, что это является очень распространённой точкой зрения. Вы знаете, что для удобства мы все ноутропы разделили на три больших группы. Антитропы, то есть те препараты, которые только называются ноутропами, а на самом деле гробят головной мозг. Псевдотропы – это те препараты, которые не действуют на головной мозг, но называются ноутропами. И нормотропы, то есть это препараты, которые действительно оказывают позитивное влияние на интегративные функции мозга, улучшают мозговую деятельность, стимулируют познавательные функции, обучение, память, повышают устойчивость головного мозга к различным повреждающим факторам. Одним из таких препаратов является препарат под названием мемантин. И вот по использованию этих препаратов на самом деле есть две совершенно четкие точки зрения, которые прослеживаются очень хорошо и в интернете, и в литературе. Мы о них сейчас вам расскажем. И вот одна точка зрения действительно говорит о том, что эти препараты желательно использовать для профилактики расстройств психических, но и не только для профилактики, а вообще-то, говорят, для биохакерства, то есть для улучшения познавательных когнитивных способностей головного мозга. Вот такой идеей придерживается довольно известный блогер под названием CleverMind, который прямо рекомендует очень сильный препарат под названием мемантин для того, чтобы им улучшать свои когнитивные способности. Давайте разбираться. Мы специально нарисовали вот такой вот вам мозг. С левой стороны мозг здоровый, с правой стороны мозг больной при болезни Альцгеймера. Итак, мы сейчас будем разбирать точку зрения, как использовать этот препарат, нужно ли его использовать у больных со здоровым мозгом. Итак, будем рассматривать прежде всего, конечно, узко будем рассматривать. Мы не можем перечислять все абсолютно механизмы воздействия на глутаматные нейроны, но тем не менее, мы сегодня о глутаматных нейронах будем рассказывать, потому что мемантин, меманталь действует именно на глутаматные нейроны. Но для начала, конечно, нейроны ацетилхолидов. Почему много говорим об ацетилхолиновых нейронах? Ацетилхолиновые нейроны – это наша память. Вот так она работает, кратковременная память. Вы видите в верхнем ряду два нейрона, которые пытаются между собой контачить, но не получается. По одной простой причине между ними синаптическая щель. Наша мысль в виде такого шарика, она бежит по этому самому нейрону, по первому, добегает до его окончания, дальше идти не может, потому что электрическое сопротивление. Но природа придумала, выпускается ацетилхолин, нейромедиатор, который достигает следующего нейрона, а на следующем нейроне находятся ионхолинорецепторы, они же просто кальциевые каналы, дырки, которые пропускают внутрь ион кальция. Как только он туда заходит под влиянием ацетилхолина, меняется заряд нейрона, и наш ток может проходить, то есть наша мысль проходит от одного нейрона до другого. Это уже нижний ряд картинок. Что же делают глутаматные нейроны? Глутаматные нейроны, они активируют ацетилхолиновые. Ну и, соответственно, они добавляют нашей с вами памяти, ну, скажем, больше функциональности. Именно поэтому и возникает такая идея воздействовать на глутаматные нейроны для того, чтобы активизировать нашу память, наши когнитивные способности. Беда, однако, состоит в том, что у нас никто не знает, как действуют препараты. Между тем, на глутаматных нейронах есть так называемый NMDA-рецептор. Это тоже кальциевые каналы. Они являются основными рецепторами, посредством которых осуществляется возбуждение глутаматных нейронов. Как же действует мемантин, меманталь на эти самые рецепторы? Он их блокирует. Иными словами, мемантин, меманталь являются антагонистом, как принято говорить, NMDA-рецепторов, и он снижает активность глутаматных нейронов. Таким образом, если здоровому человеку назначать препарат мемантин, меманталь, то, конечно же, ему будет хуже, потому что будут отключаться ацетилхолиновые нейроны, и у него будет ухудшаться память. Но это еще не все. Обратите, пожалуйста, внимание, профессор Штефан Сталь очень много в своей книжке и в книжках уделяет глутаматной системе. Это основная система активизирующая. Она взаимодействует с самыми разными системами нейронов. Ну и если эта система работает плохо, глутаматная, то у нас с вами падает активность многих других нейрональных систем. Дофаминовой, норадреналиновой, ацетилхолиновой. То есть множество других нейрональных систем тоже могут пострадать. Именно поэтому существует литература, которая говорит о том, что мемантин у здоровых молодых людей ухудшает способность к обучению, слежению внимания и вызывает нарушение моторики. Вот эти все данные здесь приведены у нас в ссылке на литературу. Мы, конечно, перетащим их в описание нашего ролика, потому что всегда найдутся люди, которые нам почему-то не верят. Поэтому, конечно же, стремление клевермайнда назначить мемантин людям, оно направлено, мы уже много раз говорили на то, что клевермайнд стремится разрушить ваш мозг, чтобы вы его рекомендации воспринимали без критики, и он мог торговать совершенно свободно самыми разными препаратами. Поэтому еще раз говорю, если мы будем использовать глутаматные нейроны в качестве мишени, прошу прощения, и будем их блокировать, ну, например, не обязательно мемантином, есть и другие антагонисты НМД-рецепторов, все это будет плохо сказываться на память. Теперь вы скажете мне, а как же этот препарат является эффективным ноутропом? Более того, это действительно нормотроп. Все зависит от того, при каких условиях мы этот препарат применяем. Вот если мы этот препарат применяем при болезни Альцгеймера, то есть мы его перетащили на ту сторону мозга, которая демонстрирует больной головной мозг, где идет атрофия нейрона, вот там этот препарат действует, действует очень эффективно, много раз о нем рассказывали, пожалуйста, посмотрите, у нас целый плейлист Мемантин есть, смотрите, пожалуйста, этот плейлист, это очень и очень важно, чтобы вы освежили в памяти несколько важных механизмов действия этого препарата. Здесь мы только кратко остановимся на том, как он действует при болезни Альцгеймера. Обратите, пожалуйста, внимание, та же самая картинка. Но что здесь произошло? При болезни Альцгеймера теряются вот эти N-холинные рецепторы. Они почему-то исчезают. Вот исчезают вот эти ионные каналы, которые должны открываться под влиянием ацетилхолина, запускать внутрь иона кальция. Этого не происходит, поэтому нейрон не возбуждается, по нему не течет электрический ток, электрический ток от одного нейрона не переходит на другой нейрон, и, соответственно, у нас с вами не запоминается информация. Это очень и очень легко проверить. Существуют различные тесты, много раз о них рассказывали. Одним из этих тестов является мини-кок. Вы просите пациента запомнить слова «ключ», «лимон», «шар», добивайтесь, чтобы он их вам повторил. Отвлекаете внимание больного, занимаетесь еще какими-то делами, через несколько времени возвращаетесь к этим самым словам. Вы просите пациента назвать эти слова, и он назвать не может. Именно потому, что у него в голове произошло вот такое неприятное событие. Именно поэтому для лечения болезни Альцгеймера применяются вещества, которые блокируют ацетилхолин в стеразу. Это фермент, который разрушает ацетилхолин. Что здесь происходит? Ацетилхолина становится больше в межсинаптической щели, он больше действует на энхолин-рецепторы, потому что просто у него больше времени остается, он не перемалывается. Ну и в результате даже небольшого количества энхолин-рецепторов хватает для того, чтобы загнать внутрь ионы кальция, и чтобы изменился заряд этого нейрона, и чтобы наша мысль прошла. Но все равно это чисто такая вещь временная, потому что все равно мы с вами не можем затормозить болезнь Альцгеймера до конца, она все равно будет развиваться, потому что при болезни Альцгеймера происходит нарушение обмена между нейроном и окружающей его средой различными веществами, в частности, образуется так называемый бета-амилоид. Этот бета-амилоид – это белок патологический, который может раздражать при наличии, если он рядом с нейроном. Внутри нейрона он снижает его функции, снаружи, он его начинает раздражать, нейроны начинают гибнуть из-за того, что присутствует амилоид бета, причем очень часто они гибнут из-за простого апоптоза. Ну, представьте себе, у нас с вами очень много нейронов, некоторые люди на этом спекулируют, на наш век хватит, это хватит до начала болезни, потому что если формируется этот самый амилоид, то нейрон работает плохо, и головной мозг думает, а зачем он мне нужен, давайте я его уничтожу, отключу его от кормления. Что и происходит, то есть происходит так называемый апоптоз, медленная физиологическая смерть нейронов. Ну и что происходит дальше? И вот дальше в дело вступает вот эта глутаматная система, потому что глутаматная система, она не очень умная. Она видит, она понимает, что часть нейронов отключилась, а ей нужно эти нейроны включать, она основная система, которая включает нейроны, и она пытается их оживить, но клетки-то уже умерли. И соответственно начинается бомбардировка глутаматом, глутаматными нейронами, бомбардировка кальцием, начинается нормальных живых клеток, то есть мало того, что она добивает полуживые клетки, но она еще начинает убивать и живые клетки. Почему это происходит? Ну потому что внутрь нейрона заканчивается слишком большое количество кальция. И кальций он токсичен, он нас спрашивает рассказать про кальций. Кальций очень токсичен для нейронов, ну и соответственно нейроны эти начинают гибнуть. Это так называемые феномены ксайтотоксичности. Очень простой феномен. Запомните, пожалуйста, что как только у вас начинают отключаться нейроны, по разному, по совершенно разной вероятности, по разным причинам. Ну например, ну человеку не хочется думать, не хочется ничего делать, он вообще не занимается своим мозгом. Нейроны начинают отключаться, а головной мозг хочет их включить, он выпускает большое количество глутамат. Или головной мозг поврежден инсультом. Клетки умерли, а головной мозг об этом не знает, он начинает бомбардировать их, глутаматная система повышает свою активность. То есть любой ценой включить эти самые умершие клетки, ну и происходят очень и очень тяжелые вещи. Это так называемый феномен ксайтотоксичности, который и добивает и полуживые нейроны, и убивает нормальные нейроны, которые еще бы могли жить. Ну одним из таких процессов, вот здесь я показал так называемые длинные аксоны. Длина этих аксонов может быть 1 метр и больше. Это ацетилхолиновые нейроны. Длинные аксоны, еще раз говорю, они настолько длинные, что по ним электрический ток течет с трудом. Тогда природа придумала на эти самые ацетилхолиновые нейроны сажать вот эти самые НМД рецепторы, глутаматные рецепторы, которые запускают внутрь ионы кальция. Туда заходят внутрь ионы кальция, меняется заряд, и у нас с вами ток течет быстрее. Это как бы ускоритель течения наших мыслей. Что происходит при болезни Альцгеймера? Амилоид, который начинает, те, которые внутри амилоид находятся, он начинает раздражать эти самые НМД рецепторы изнутри. Внутрь заходит слишком много кальция. Кальций токсичен большое количество для нейрона. Кроме того, действуют на этот нейрон еще и амилоидные бляшки, которые находятся снаружи, тоже повышают активность НМД рецепторов. Выключается нейрон, потому что он работает плохо, или еще не совсем выключается. И тогда глутаматная система повышает свою активность. АНМД рецепторы – это часть глутаматной системы. Глутамат подходит к этим рецепторам, и новые порции кальция добавляются внутрь нейрон, и все это просто нейрон убивает. Кроме того, глутаматная активность при болезни Альцгеймера, она способствует тому, что у человека возникает спутанность. Вообще-то говоря, глутаматная активность очень важна для того, что у нас будет в коре головного мозга. Несколько раз рисовали такую картинку, таламус, область головного мозга, где происходит некая такая фильтрация информации, которая пойдет в кору головного мозга. Обратите внимание, везде работают глутаматные нейроны. Но есть система защиты. Это очень часто бывает. Так называемая петля отрицательной обратной связи. Если в голове появляется слишком много мыслей, то опять же эти самые глутаматные нейроны активизируют тормозящий гаммк нейрон. И он в таламусе начинает отсекать лишнюю информацию. Что же происходит при повышенной активности глутаматных нейронов? При эксайтотоксичности. Эти нейроны начинают продуцировать огромное количество нейромедиатора глутамата. Прорывается таламус, потому что гаммк нейроны не могут с ним справиться. В голове возникает путаница. У людей возникает пожилых бессонница. Ну и конечно же в этой ситуации стоит назначить человеку мемантин, меманталь, потому что он блокирует эти самые НМДА рецепторы. Глутаматная активность снижается. Это означает, что вот эта эксайтотоксичность проходит. Это означает, что прекращается вот эта излишняя гибель нейронов, которые еще могут жить, они еще могут функционировать. Здесь этого не происходит, потому что прикрыта эксайтотоксичность мемантином. Здесь вот на этой картинке то же самое. Дается препарат, и вы видите, что шарики, это собственно говоря и есть глутамат, подойти не могут к этим самым рецепторам, они блокированы мемантином. Соответственно защищается нейрон, даже если там он плохо живет, у него там есть уже бета-амилоид, то все равно не будет возможности для глутамата открывать эти глутаматные рецепторы. Кальция будет проходить гораздо меньше, и все это даст возможность этому нейрону еще пожить. Что еще хорошего делает этот самый препарат при болезни Альцгеймера? Фильтрация вот этой самой информации в таламусе. Снижается количество задействованных глутаматных нейронов, глутаматные активности становятся меньше, фильтрация происходит, гамм-система тормозящая справляется с излишней активностью, человек успокаивается и засыпает. Но не только это хорошее свойство мемантина и меманталия. При длительном приеме этого препарата происходит активизация гамм-нейронов, тормозящих нейронов. А это очень и очень важно, еще раз говорю, потому что при любой болезни Альцгеймера происходит эксайтотоксичность, глутаматная система повышена, и ее обязательно надо давить. Поэтому здесь как бы двойной удар по эксайтотоксичности, двойной удар по повышенной активности глутаматной системы, потому что мы и непосредственно глутаматные нейроны действуем за счет НМД-рецепторов, и даем глутаматную активность, но еще мы активизируем гамм-нейроны, которые вы видите, как на этом рисунке, усиливают свою фильтрационную способность, и, соответственно, меньше глутаматных импульсов доходит до коры головного мозга. И все это головной мозг успокаивает. Очевидно совершенно, что меманталь является препаратом для двойной защиты мозга при болезни Альцгеймера, и следует принимать этот препарат именно при деменции с болезнью Альцгеймера, а не у нормальных людей, потому что у нормальных людей никакой эксайтотоксичности нет, нет никакой повышенной активности глутаматных нейронов, и, соответственно, там этот препарат действовать не будет, он будет действовать там, где надо. Вот почему на самом деле глутаматная система является иллюстрацией очень и очень интересного свойства ноотропов. Ноотропы надо применять там, где они могут действовать, где их механизм действия будет востребован, а не вообще везде к каждому. А у нас с вами что думают о ноотропах? Думают, что ноотропы могут назначаться абсолютно всем. И люди начинают эти ноотропы проглатывать. У нас, получается, зрители нам пишут о том, как им хорошо, какой каф они сломили на Мимонтине. А что это за кайф? Это просто кайф. Это гибнут их нейроны. Очень многим людям это как раз нравится, потому что чем меньше мыслей, тем лучше живет человек. Но мы не стараемся поддерживать такую точку зрения среди наших зрителей. Напротив, мы стараемся им рассказать про хорошие препараты там, где они нужны. Часто нас упрекают. Какие ноотропы действуют? Перечислите. Вот этот ноотроп действует. Только он действует тогда, когда он должен действовать. Тогда, когда препарат используется по показаниям. Как бы то ни было, я вас очень-очень прошу, подписывайтесь на наш канал, пишите комменты, ставьте лайки, ну и становитесь спонсором нашего канала. И до новых встреч. В следующем ролике, который будет касаться Мимонтина, мы обязательно расскажем об изменениях стоимости этого препарата. Это на самом деле очень-очень важно. До новых встреч. Продолжение следует...